добрый день дорогие друзья сегодня я хочу показать вам все что я связала что вижу и что купила для своего вязания рукоделия вообще и первое что я вам покажу это вот такая подушечка капелька которую я связала в рамках марафона везунов связана она из остаточков разных пряжи основная здесь пряжа это лизе шокерим из которой я вязала лире половер вот видите она цветная и вторая ниточка это какая-то вот серенький кусочек оставался по моему хлопок с акрилом точно сказать не могу уже давно валялся видите я вязала череду и один ряд цветной один ряд серенькой и вот вышла потом такую личика глазки связала кружочки щечки и связала ножки снизу вверх тоже из каких-то остаточков это вот беленькие и желтенькие такие рюшечки сделала вот для своей капельки я вам уже показывала в прошлом по моему видео у меня есть подушечки облачка и вот капелька отлично с ними смотрится они все сидят на лириной кроватке в изголовье очень красиво мило и весело это первая вещь вторую вещь которую связала тоже детская вещь это вот такая шапочка связала я ее для своего племяшек а у него такая синяя курточка с салатовыми какими-то динозаврами вроде и вот сестра попросила я связала связана она из пряжи ализе меди мозаик а супер лана миди мозаик по моему так называется пряжа и вот это вот и вот это вот помпончик и завязочки связаны из пихорки пихорка детский каприз вот такая шапочка хорошенькая получилась помпончик такой лохматенький но я делаю его первый раз в своей жизни вообще до этого помпон и не резала потому что я вам говорила да что я не люблю нарезать пряжу на помпон и мне ее жалко но сестра очень просила помпон поэтому вот такая получилась шапуля мне она нравится в инстаграме есть красивые фотографии этой шапуле как я вам показываю не очень красиво ссылку на свой инстаграм я оставлю там же вы можете посмотреть вот про марафон везунов подробности участия по моему присоединиться можно на любом этапе на любом этапе можно связать так что если у вас есть инстаграм есть желание поучаствовать в таких марафонах то заходите у меня на странице есть фотографии там есть ссылки на этот марафон в общем то если вы любите такими вещами заниматься то пожалуйста так ссылки на инстаграм я всегда оставляю внизу поэтому без труда и найдете и вот к этому к этой шапочке я сейчас вижу вот такой снудик с усиками усики немножко кажутся неаккуратными но потому что тут три нитки 1 2 из них вот ярко салатовая одна такая паблине и поэтому немножко кажется неаккуратным вяжу ее в технике бриоши кто не знает бриоши это техника вязания на основе английской резинки у нас очень популярен на сегодняшний день двухцветный бриоши когда с одной стороны вот эти косички одного цвета с другой другого цвета я не люблю когда вот так все пестрое ярко я вот я люблю вообще бриоши люблю когда вот такие объемные косички но не двухцветные двухцветные мне не нравится не знаю это это дело вкуса конечно из той же пряжи все вижу это все те же точки пряжи суперлана миди мозаик очень понравилась мне суперлана миди мозаик вообще от ализе пряжа мне нравится от ализе нравится так и следующее что я вяжу даже не знаю как показать сейчас попробую встать это вот кардиган проект старый новый кардиган также проходит и в инстаграме и на сайте топ нет то есть организатор этот сайт топ нет и в инстаграме они дублируют все своим посты как видите я уже связала спинку и приступила к вывязыванию полочки вот у меня уже большая часть даже полочки связано вязала сверху вниз опять же горловинку сначала и потом вниз пошла вязать само полотно вот оно такое такой шовчик на плече получился достаточно аккуратненький и шовчике просто набирал мягкий аккуратный намного лучше чем если сшивать на мой взгляд вот такие соединения нити так и сейчас покажу вам вообще задумку этого кардигана проект эскиз вот такая у меня тетрадочка это моя покупка очередная это бренд суходол Валя Гришина вот такие вот эстрадочки рабочие продают здесь я уже что-то рисовала и вот сам проект старый новый кардиган вот что должно в итоге у меня получиться я вяжу сейчас вот эту полочку сама выкройка да цвета то есть я рисовала выносила в отдельную палитру цвета чтобы понимать как они будут сочетаться с друг другом и будет ли мне это нравится затем рисовала эскиз понятно в сантиметрах сантиметры переводила в петли то есть я плотность свою знаю указала ее и по плотности сантиметры переводила в петли и теперь я знаю сколько петель рядов конечно не точно все примерно здесь точных зарисовок нет но уже какие-то представления я имею о том где будет руках начинается как что будет вязаться какой длины это мне нравится вяжу на спицах три с половиной из-за лизе бэби вулл но тут есть еще кроссбрет бразилии но больше лиза бэби вулл так что-то еще хотела вам показать вообще саму тетрадочку вот она такая обычно разлинована в клеточку и тут в середине есть вкладочка с наклейками вот эти с названием проекта то есть можно склеить и рисовать очень удобно знаете чем что рисовать здесь есть какие инструменты можно вписать у вас есть нет здесь вот линеечка и стандартная маркировка пряжи вот это вот было мое приобретение больше ничего я не приобретала сейчас покажу также в конвертик мне валентина положила такую открыточку вот в общем то это все что я вижу ну я вижу еще свой голубой свитер но он пока лежит джембер да я вот так буду до конца свитер низать джембер вяжу свой голубой но он лежит пока без дела потому что я сейчас дружусь над кардиганом потому что кардиган нужно связать в ограниченные сроки и вот эти вот марафонные вещи кстати это тоже для марафона мид тукнит на первый этап я уже вставляла фотографию красивую в инстаграме можете видеть пройти по ссылке посмотреть спасибо за внимание пока пока пока